Здравствуйте, дорогие друзья! 5 декабря, день памяти Николая Ивановича Пирогова, великого русского хирурга. Он умер в 1881 году, прожив 77 год, и его жизнь была сплошное, беззаветное служение людям, стране и Богу. Есть такое крылатое выражение, вернее, не крылатое, а просто его завет, постараюсь процитировать по памяти, служите честно науке и правде, чтобы, состарившись, безупречно вспоминать свою и уважать чужую молодость. Ну, тут мало что можно добавить. Его вклад в хирургическую науку и медицину невозможно перецадить. Первый атлас топографической анатомии, ледяной анатомии так называемой, первый наркоз на поле битвы, теоретическое и практическое обоснование военно-полевой хирургии как науки, использование гипсовой повязки на войне, установление института Сестинского милосердия, которое трансформировалось потом в Международный Красный Крест, участник, непосредственный участник Крымской войны и обороны Севастополя, а потом участник как консультант фанка Прусской войны и русско-турецкой войны. Ну, у выдающихся талантов он уже в 17 лет закончил Московский университет по медицинский факультет, 22 года закончил дердовскую школу медицинскую и защитил диссертацию, стал доктором медицины, а в 45 лет уже ушел на покой в государственную службу, уехал в подольскую губернию Российской империи под город Винница, поселок Вишня, и там практиковал в основном то, что касается даром, просто помогал людям. Умер, как настоящий врач, от тяжелого заболевания онкологического, рак верхней челюсти. В этой всей истории я хотел остановиться на вот таком моменте. Его забальзамировали, и есть такое предание, я считаю, что это легенда, что какой-то особый рецепт применили, такой выдающийся, что вот он никем не познан, не осознан и не разгадан. Это было личное изобретение Николая Ивановича, и он до сих пор тут как спит лежит. Но мое понимание этой ситуации любое, и мне очевидно, что это своим, своим, своей жизнью, служением, пирогов заслужил святости, и он просто святой. Это нетленные мощи. Он находится сейчас на Украине, и очень надеюсь, что, вернее, уверен, что Господь не позволит с ним поступить, как с Пушкиным, Суворовым и другими символами русского мира. И он останется таким же нетленным, как и сейчас для нашего воссоединения. Берите пример, помните. Удачи!